Приветствую всех! Это моя кухня. Именно на ней и за вот этим вот кухонным столом проводится большая часть моих экспериментов, которые вы наблюдаете на моем канале. Но сегодня я хочу рассказать о так называемых лайфхаках именно моей кухни. Я люблю варить на плите макарончики. Макарончики, как известно, парят, да и вообще на любой порядочной кухне должна быть вытяжка. Как видите, место у меня вроде для вытяжки есть, но самой вытяжки не наблюдается. То есть вот у меня шкаф со всякими там крупами, специями. Здесь вот сушится посуда, это сушилочка. Вот, ну, ложки-поварешки, понятно, это жилая кухня, а не казарма. Так вот, ребята, я в свое время, давно, своими руками изобразил очень мудрое и хитрое и удобное устройство. Вот смотрите, у меня здесь встроены софиты. У меня прямо в шкаф пробиты вот эти вот отверстия, но просверлены сверлом. И здесь, именно в шкафу, располагается у меня вытяжка и пульт управления кухонным, так сказать, хозяйством. Чтобы вытяжка могла выдувать куда-то отработанный воздух, который она с плиты подымает, должна быть вентиляция. Но вентиляции, как вы видите, особо так и не наблюдается. Хотя вот там, наверху, под потолком, есть клапанная вентиляция такая хитрая. Вся вентиляция сделана вот здесь. Это вот шахта вентиляционная. Она идет смонтирована в стену. Там вот, хотя и полка полностью забита у меня БТГшными агрегатами, которые бестопливные и работают от нажатия руки. Это вот все агрегаты, которые без электричества работают. Дальше идет шахта вытяжки. Но самое интересное здесь. То есть здесь у меня пульт управления, освещение над плитой. То есть я нажимаю кнопочку, и у меня здесь вот горят софиты. Вот, конечно, тут же включается и вытяжка. Сама вытяжка находится здесь. Вот смотрите, чтобы она заработала, я нажимаю кнопку. Она загудела. И работает такой страшный агрегат. Кроме того, что здесь есть вытяжка, она имеет доступ. То есть здесь я могу хранить некоторые причиндалы от кухни. Вот смотрите, здесь горят софиты. Вот там запасные лампочки софитные. И обратите внимание, что под вытяжкой смонтирована вот такая вот лампа. Это ртутная лампа, прозрачная, без люминофора. Сейчас я сниму. Для кварцевания внутреннего отсека, но и частично кухни. Давайте продемонстрирую, как она работает. Все запускается с этого пульта. Вот, это загорелась ртутная лампа. Без вытяжки она не запускается. Так сделано было еще на заводе. Саму вытяжку, конечно, я использовал фабричную. Я ее не придумывал и не делал ее сам. Вот два насоса. Они, вот они, такие вот две турбины, направлены вверх, как раз в канал вытяжной, один и второй. Оба насоса вот этих вот управляются одним электродвигателем. Я думаю, его хорошо видно. И вот общий вид. То есть, в шкаф я упрятал это сооружение. Ну, чтобы оно никого не смущало, когда я шкафчик открываю, конечно же, я задекорировал это дело все вот этими вот створочками. Створочки самодельные, без всяких распашных шарниров. Все просто на полозьев. В Японии так делают бамбуковые задвижечки. Это удобно, это комфортно. И пользоваться этим очень даже просто. Ну и внутри, конечно, вот есть доступ. Туда можно что-нибудь положить, что-нибудь подсушивать. Можно даже грибы сушить, но я не рекомендую над плитой все-таки. Грибы сохнут гораздо хуже, да и ягоды прованиваются всякими там специями, которые я применяю при готовке. Вот, а так агрегатик вот в целом выглядит вот таким вот образом. И когда ко мне приходят гости, они все удивляются. А где же я спрятал вытяжку? Гудит она по-советски, работает мощно, вытягивает там, может и тараканов вытянуть в трубу и выплюнуть их наружу. Поэтому по вентиляции ко мне тараканы уже не приходят. Ах, да, чуть не забыл. Ну, раз уж мы коснулись вот этого вот агрегата, который смонтирован полностью в шкафу, у меня там есть еще и розетки. В свое время, в советские годы, да и в начальной перестройке, здесь у меня стоял магнитофон, он был включен в розетку. Магнитофон был настроен на радиостанцию, в основном я слушал радио, новости и всякую ерунду. Вот, и чтобы мне не лазить в шкаф, не открывать, чтобы зазвучал магнитофон вот в этом шкафу, вот смотрите, вот так вот оно смотрится, у меня вот здесь вот выведена кнопка. Кнопка настолько доисторическая, что найти такую, наверное, вряд ли кто сможет. Нажав кнопочку, я включал магнитофон, ну и также нажав, выключал. Он работал в режиме радио. Можно было поставить и кассету. То есть здесь у меня обычно ничего не пылится, но вот эта вот розеточка могла быть использована для чего угодно. Поставил двойную на всякий случай, хотя она так двойная и не пригодилась. Вот такой лайфхак моей родной кухни, моей лаборатории. А на этом пока, до следующих встреч.